24 марта в Международном славянском фонде культуры и письменности состоялся вечер памяти Александра Барыкина. Который эту душу исцелит, который эту душу исцелит. Ну, в общем, за все время, пока я его знал, он произвел в себя самое лучшее впечатление, самое хорошее. В общем, помимо того, что он был просто профессионал высшей пробы, опять-таки, вот я не застал, а Женя сказал, что он переиграл со всеми, начиная веселые ребята из самоцвета, и где он только не играл, и с кем только не играл. В общем, этот человек из той породы высших профессионалов. Родился Александр в селе Березово Хантамансийского автономного округа. Вместе с родителями переехал в Люберцы, где я окончил среднюю школу и музыкальную школу. После окончил классическое вокальное отделение музыкального училища имени Гнесиных. С 1973 года Барыкин стал профессиональным музыкантом. Выступал в таких группах, как «Москвичи», «Веселые ребята», «Самоцветы». Совместно с гитаристом «Самоцветов» Владимиром Кузьминым Барыкин организовал рок-группу «Карнавал». То, что было на эстраде, это немножко многих музыкантов не радовало. Какая-то была ограниченность в репертуаре. Но при этом, когда вот так это подается, это особенно хорошо. Так и должно быть, когда обо не поют, так душа должна петь. И посмело ему, я на свете живу, и всегда вспоминаю приметам. В октябре 2002 года состоялась презентация альбома «Молись дитя» в храме Христа Спасителя, так как альбом имел концептуальный религиозный характер. «Молись дитя, сомненья камень твоей груди не тяготит, твоей молитвой чистый пламень святой любовью горит». Ну, слава Богу, что Игорь и его соратники запечатлели эти песни, потому что все мы знаем, что такая ситуация у нас странная. Все говорят про духовность, про скрепы, про возрождение, поднимание с колен, но такие песни почему-то все равно, как мы ни стараемся, они существуют. Неугасимые зори горят, Господи, слава Тебе! Коростырица лекою кричат, Господи, слава Тебе! Чистые римы звенят в тишине, Господи, слава Тебе! Длинные травы струятся на дне, Господи, слава Тебе! «В мерцании дней, в разломах времен, в огне и холодном дыму, спасает любовь, не перестает надеяться, верит всему». «У нас был концерт под Тверью, сборы, которые прошли на строительство храма, выступали мы с группой, он со своей группой и паргорку, да, три группы было. И так сложилось, что буквально мы выступили, а потом через два месяца он как-то вот так». Александр Барыкин скончался в возрасте 59 лет на гастролях в городе Оренбург, 26 марта 2011 года. Причиной смерти стал повторный обширный инфаркт во время концерта. Александра Барыкина похоронили 29 марта 2011 года на Троекуровском кладбище в городе Москве. «Я остался чем-то из к миру. Каждый несет свое, правильно, я радую людей. Я, может, не проповедую, да и мне ли вообще проповедовать, а стараюсь радовать людей всякой разной хорошей музыкой, в том числе и православной. Вера, она именно дает такой стержень, который не позволяет тебе решать быть грани дозволенного в твоем психофизическом состоянии. Это очень важно. Поэтому православие – это самое главное, что, по-моему, есть здесь на земле, мне так кажется». Александр Барыкин – замечательный композитор и музыкант, а также выдающийся поэт и автор известных хитов. Александр оставил слушателям России богатое творческое наследие, и память о нем продолжает жить в наших сердцах. Олег Лагуткин, Ирина Уварова, телеканал «Добро».